Здравствуйте, уважаемые любители классической музыки! Я рад приветствовать вас на канале Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Меня зовут Артем Исаев, я являюсь солистом и концертмистером группы Габоев заслуженного коллектива России, художественным руководителем и главным дирижером которого является маэстро Юрий Хатевич Тимирканов. Итак, перед вами Габой. Это духовой деревянный инструмент с довольно сложной механикой. Габой состоит из трех частей – раструба, верхнего и нижнего колена. Он изготавливается из гренадила – это африканское черное дерево. Очень ценная, дорогая и редкая порода, которая используется для изготовления, в частности, габоев и кларнетов. Технологии изготовления Габоя довольно сложные. Дерево подлежит специальной обработке, его долго сушат, удерживают, именно для того, чтобы впоследствии избежать трещин инструмента в момент его эксплуатации. В мире существует примерно 10-15 фирм, которые делают профессиональные габои. Последние 15 лет я играю на инструментах английской фирмы Ховард. Но география производства габоя, конечно же, довольно широкая. Основные фирмы находятся в Европе, но есть также производители и в США, и в Китае, и в Японии. Роль габоя в современном симфоническом оркестре очень важна. Во-первых, габой – это камертон оркестр. Он дает эталонную ноту для настройки всех остальных музыкантов. То есть первая нота, которую вы слышите со сцены, принадлежит именно габою. И от того, какой будет эта нота, от настройки всего оркестры, и будет зависеть качество интонации. И для того, чтобы настройка происходила всегда одинаково, каждый габоист имеет вот такой вот приборчик. Он называется тюнер. Эта маленькая машинка очень четко улавливает частоты колебания звука и позволяет габоисту давать для настройки всегда одинаковую по высоте ноту. Еще одна важнейшая деталь в жизни любого габоиста – это троности. Они изготавливаются вручную, и, конечно же, каждый уважающий себя габоист делает их сам. Тростей габоисту нужно много. Во-первых, потому что далеко не каждая трость получается идеальной. Скажу даже немного иначе, идеальные трости – это большая редкость, и их бережешь для самых ответственных выступлений. И поэтому мы делаем их до тех пор, пока не получается, наконец, добиться нужного звучания, гибкости, частоты звука и интонации. А во-вторых, трость – это краски нашего звука. Не секрет, что для каждого сочинения, для каждой эпохи мы подбираем определенные разные трости. Говоря простым языком, трость, которая подходит для исполнения Моцарта, не очень подойдет для исполнения, например, Штрауса или Малера, а та, что будет идеальной для тонкой французской музыки, совершенно не подойдет для симфонии Шостаковича. Но вернемся к габою. Конечно же, в таком виде он существовал не всегда. Предшественником нашего современного габоя является габой-барочный, получивший популярность и назвитие в начале XVIII века. Выглядел он, конечно же, совершенно иначе. Его изготавливали из других пород дерева. В основном это было красное дерево, оно было более мягкое и легкое. Самым большим отличием являлось почти полное отсутствие механики. В основном на барочных габоях были только ответствия к самом инструменте и всего лишь несколько клапанов. А в современном виде габой предстал гораздо позже, к середине XIX века. Вивальди, Телеман, Гендель, Бах – это те композиторы, которые положили начало активного использования габоя именно как сольного инструмента. В это время появляются концерты для габоя с оркестром, сонаты и другие сочинения для габоя именно как самостоятельного инструмента. Дальнейшее развитие музыки приводит к тому, что габоя и его родственные инструменты получают еще более значимую роль в оркестре. В симфониях Брамса, в сочинениях Дворджика, Шуберта, габоя занимает одно из центральных мест в звучании оркестра. Гектор Бенлиоз в авиатюре «Римский карнавал» большое соло отдает английскому рожку, как бы любуюсь его тембром. А в своей фантастической симфонии пишет сцену в полях, где габоя и рожок рисуют одну из самых эффектных картин данной симфонии. Рожок в полной тишине играет соло на сцене, а издалека, за сценой, ему отвечает габоя. Позднее Густав Малер, Рихард Штарнаус, Игорь Федорович Старновинский и другие композиторы существенно расширяют рамки использования габоя и родственных ему инструментов, таких, например, как английский рожок, габоя-дамор или гекельфон. У Малер и Старновинского группа габоев достигает пяти человек, чередующих игру на габоя с игрую на английском рожке. Рихард Штарнаус в альпийской симфонии вводит в оркестр гекельфон, а Равель в Сэмболе-Ро одно из проведений темы отдает габою-дамор. Конечно же, сочинения всех вышеупомянутых композиторов входят в репертуар нашего оркестра, но представить рнуцкий оркестр без исполнения рнуцкой музыки совершенно невозможно. И именно на музыке наших великих композиторов и хотелось бы ненадолго остановить свое внимание. Николай Андреевич Римский-Косыков в своей симфонической сюитише Херезада использует все краски Большого симфонического оркестра, из-за чего музыка становится практически осязаемой. Мы можем видеть те картины, которые рисует нам композитор. Он использует всех солистов оркестра, давая каждому из них свой образ. И, конечно же, габоя играет в этом сочиннику непоследную роль. И, конечно же, габоя играет в этом сочиннике. Отдельно хотелось бы поговорить и о музыке Петра Ильича Чайковского. Исполнение его сочинений под управлением маэстро Тимирканова – это, конечно же, особое действие. Юрия Хатувича называют одним из лучших интерпретаторов произведений Чайковского. И, поверьте, это так и есть. Петр Ильич Чайковский очень любил габои и писал для нашего инструмента очень красивые мелодичные соло. Например, всемирно известный балет «Лебединое озеро» называют балетом для габоя с оркестром. В своей первой симфонии «Зимние грезы» композитор надает габою главную тему второй части. Также соло для габоя можно найти практически в любом сочинении Чайковского. Будь то симфония «Мамфорнет» или балет «Спящая красавица», опер «Евгения Онегина или пиковая дама», балет «Челкунчик» или у Артюра «Гамлет». Но лично для меня особое место занимает четвертая симфония. Сыграть ее с маэстро на сцене Большого зала филармонии – это событие, которое запоминается на всю жизнь. Без сомнения, это одна из лучших симфоний Петра Ильича Чайковского, и во второй части он отдает одну из самых своих красивых мелодий именно габою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, конечно же, особое место в репертуаре нашего оркестра, без сомнения, занимает музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Композитор всю жизнь посвятил Гоноду Ленинграду, работал в тесном сотрудничестве с Евгением Александровичем Муравинским, посвятив ему свою восьмую симфонию. Премьеры многих его сочинений состоялись именно в Зале Ленинградской филармонии в исполнении заслуженного коллектива России. Лично для меня исполнение симфонии Шостаковича – это каждый раз очень большое испытание, эмоциональное испытание. Всю эту музыку пропускаешь через себя, отдаешь на сцене все свои силы. Будь то пятая симфония, написанная в довоенные годы, или седьмая симфония ленинградская, которую композитор сочинял осенью 41-го года. Играет Шостаковича в зале, где все пропитано его духом, очень непростое дело для любого музыканта. Субтитры создавал DimaTorzok И в завершении своего видео хочется пожелать – слушайте хорошую музыку, берегите себя и своих близких, а мы будем рады видеть вас на наших концертах, когда это снова станет возможным. С вами был Артем Исаев. До новых встреч на канале Санкт-Петербургской филармонии.